друзья всем привет с вами канал будда гришна только что вспомнил историю рассказывал и подумал что может быть кому-то из вас тоже будет интересно я ее и ранее рассказывал уже на канале а тут вот сейчас просто разговаривали разговаривали на такую тему я вспомнил подумал что надо рассказать вы знаете я несколько раз бывал на никола архангельском кладбище в новокосино там захоронен старец самсон сиверс достаточно сложно найти его могилку но очень много людей приходит и по молитвам к нему получают помощь не вот узнав о нем я тоже решил до отправиться и потом побывал там несколько раз первый раз я конечно заблудился потому что там она поделена на новое старое очень большое но тем не менее потом уже когда разбираешься в принципе дайте не сложно но достаточно долго найти так вот в один раз первый раз я приехал там долго плутал нашел второй раз с разницы может там 8 месяцев в год я приезжал где-то так и один раз и я видел что когда заходишь проходишь главные ворота дальше идешь административные здания и дальше проходишь колумбарий но и дальше пошло уже значит непосредственно само кладбище и нужно идти по дороге так вот когда заходишь вот эти административные здания там писано было столовая там еще что было написано и но я бы не читал особо что за что за надписи там проходишь просто идешь да идешь там там процессе очень много прощальных костюмах люди плачут там микроавтобусы вот эти вот ну все то есть понятно что процессе прощание общем проходит и проходя я постоянно видел как бы немножко так голову пущу потому что я иду по своим делам мне так сказать я эмоции людей не хочется на себя все принимать и вот какой-то третий четвертый раз когда я приехал иду по дорожке и вот останавливаюсь в метрах может быть 50 как вот от собственно говоря административно первого здания 50 может быть 30 метрах и разговариваю по телефону кто-то не позвонил разговариваю по телефону вот я договорил и чувствую какой-то вот найти такой запах такой что ли или вот что и даже на зубах такое не могу понять что такое вообще и я поднимаю голову прямо передо мной вот это административное здание которое проходил уже приезжают на предыдущие два раза два может один раз может три раза не помню какой раз это был конкретно и вы знаете я поднимаю голову и вижу над этим зданием кирпичную такую красную трубу но она не не круглая такая знаете как овального такого овальной формы и довольно такая высокая такая своеобразная из нее валит черный дым прям так конкретно капитально валит черный дым я я не сразу сообразил что крематория это я так стою смотрю у меня быстро все доходит что процессе прощание административное здание валит дым черный и и потом до меня дошло вот если там стоять а я где-то стоял минут сорок там видимо процессе проходит вот это делается процедура там следующее да потому что кладбище большое народу смотрим много то этот вот черный дым проходит как куда потом заканчивается потом через там некоторое время буквально снова такой черный дым и вы знаете когда я стоял на меня это произвело такое просто катастрофическое впечатление с точки зрения вот знаете вывод ты стоишь и видишь конец жизни вот он вот прям он прямо перед тобой вот человек который там откладывал дела на потом который может быть там был в депрессии или которым там было скучно сами собой или он кому-то не успел сказать потому что гордынь не позволил что он любит кого-то или там еще что-то и вот он в трубу вылетает вы знаете я вот это было ну не знаю может быть лет ой ну восемь девять назад но могу сказать что на меня это произвело тогда впечатление очень сильное очень сильное и в принципе посещение могилки старта самсона сиверса я потом понял что мне это было дано не зря увидеть только там когда я уже туда пришел к нему ушел и там например на следующий раз да то есть я же первый раз увидел шел я даже не понимаю просто голову даже не поднимал я намеренно опускал даже и что вот эти эмоции людей как на себя не принимать а тут я просто по телефону говорил стоял и почувствовал вот это и вы знаете это очень отрезвляет когда ты видишь вот такую картину это настолько тебя приводит в чувство реальности того что ты здесь и ты понимаешь что вот люди которые собственно говоря буквально может быть еще вчера позавчера могли встретиться тебе на улице сегодня вот этот черный дым это 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 вот эти люди то есть это крематорий работает и это просто это прям вот очень трансформирует очень сильно очень сильно потому что ты вдруг понимаешь что и это было понятно и до этого мне но просто вот именно еще раз говорю силы сила момента до бывает вот прямо в этот момент раз вот что-то случилось идут кашу прям распри пронзила многое мы действительно в жизни воспринимем как данность вот эти все депрессии там я в развитии опять некоторых вопросов которые мне задают я объединяю в несколько и в какой-то теме так сказать пытаюсь развить ответы ответить сразу на несколько вопросов так вот кто-то впадает в депрессии в уныние там вы знаете если нет настроения или ощущение что не знаю там кто-то поступил с вами хорошо или какие-то негативные мысли вот вы знаете у меня действительно есть совет поезжайте ближайшему крематорию и посмотрите на эту трубу потому что я потом еще два или три раза приезжал и каждый раз когда приезжал видел это и вы знаете я каждый раз когда проходил а идешь с какими-то проблемами я проходя я понимал зачем мне богом дано пройти именно вот в самом начале это потому что когда ты проходишь это крематорий когда ты приходишь на могилу самцу на северсу тебе уже нечего говорить понимаете ты приходишь только сказать спасибо поблагодарить за что-то потому что ты идешь с какими-то проблемами но когда ты видишь вот эту трубу ты понимаешь что у тебя их нет твоих проблем нет в рамках того что происходит здесь да и когда ты доходишь до могилки самсуна северса у тебя уже нечего просить ты только можешь сказать спасибо за то что есть жизнь это колоссальная была трансформация его такой опыт да и вот вообще такая вот как можно сказать случайность не понимаю что это от бога это же не случайность поэтому вы знаете когда я слышу или вижу что кто-то мне говорит что в депрессии чуть настроения нет там как-то вот там вот ничего не хочется и так далее мне всегда вспоминается этот момент и я всегда говорю что пребывание рядом с крематориям и вот вот посмотреть вот собственно говоря на вот это происходящее на выброс от этого дыма черного вот это сажи такой знаете это но это не сажен понимать о чем я говорю это конечно снимать сразу всяческие психологические проблемы депрессии излечивают моментально исцеляют реально хочешь исцелиться за секунду поезжай ближайшему крематорию постой посмотри на трубу хотя 15 минут исцелишься от всего сразу от всех от хандры от депрессии от я не знаю там от ничь от незнания что куда двигаться непонимание и так далее потому что ты выйдешь оттуда четко понимая что ты счастлив просто да без ума счастлив внутренне нет проблем и трудности это все может быть я имею да именно внутреннее состояние счастье не то что веселый бегаешь а внутреннее состояние четко понимать что те трудности и проблемы которые случаются твоей жизни в сравнении с тем что увидел там около крематория да они вообще не являются никаким проблемам потому что их можно решить да и вот это прям фантастическая вещь ну вот такая небольшая история из моей жизни друзья какие у вас впечатления интересно что вы думаете на сей счет я имею до рассказы моего пишите в комментариях ваши мысли с вами был будда гришна подписывайтесь на канал кому интересно если вам нравится то что я делаю можете поддержать канал будда гришна ссылочка в закрепленном комментарии описание к видео приглашаю вас на свой сайт будда гришна точка ком еще раз повторюсь для бизнесменов предпринимателей если вы не хотите чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас которые сегодня могли стать вашими посмотрите там видео обращение есть заинтересует пишите друзья ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал будда гришна новости там есть все чего нет здесь политика с моими комментариями реакции в кружочках все самое интересное из всей сети интернет в одном месте обязательно подпишитесь телеграм-канал будда гришна новости друзья успехов здоровья чувствуйте жизнь каждую ее секунду и живите по полной каждую секунду потому что никто не знает сколько продлится но мы воспринимаем по природе человеческой все как данность поэтому зачастую можем лечь и начать жалеть себя и говорить о том что ах как же ах как же а как же тяжело живется или сколько проблем или концентрироваться на проблемах еще раз говорю этого делать не нужно и чтобы исцелиться вот мой рецепт такой успехов здоровья всем пока до встречи